Всем здарова, с вами Алексей. Недавно делал обзор на вот такой вот микрофончик. Ссылочку на обзор, наверное, оставлю. Ну и в ссылочке, в общем, все в описании найдете на сам микрофон, на обзор на него и все в этом духе. А сегодня мы его будем разбирать. Хуяк! Все дело в том, что он сломался. Было небольшое падение, как мы можем видеть. Вот здесь, может, вам незаметно, здесь вот небольшой след от падения. Упал он где-то с метра полтора со стойки. Ну, конечно, можете сказать, это ты, рукожоп такой. Уронил его не я и даже не кошак. Ну, в общем, суть в том, что он перестал работать. Все, отработался, короче. Включаешь, он определяется, все как надо. Давайте попробуем его разобрать и посмотреть, что он из себя представляет. Так. Здесь у него, видите, довольно такая целостная конструкция. Чтобы его разобрать, нам нужно отвинтить парочку винтов. А вот шестигранник на... Даже не знаю, как он тут... На полтора миллиметра, не знаю. Самый маленький шестигранник, который у меня есть. Он как раз, кстати, сюда подошел. Вот сбоку здесь пару шурупиков есть. Раз. Очень маленькие болтики здесь. И два. Так, ну и все. Можно теперь снять микрофон. У него, кстати, здесь есть резьба. Но она нам тут ни к чему. И микрофон у нас приклеен. Тут вот немножечко залито клеем. Вот у нас внутри, похож внутри, очень плотно, плотной сеточкой проклеен. То есть, вот этой крупной сеточкой сверху и внутри сеточкой поменьше. Капсуль, или как он там называется, выглядит вот так. Запаян. Здесь какой-то резистор, транзистор. То есть, это может быть подсказка для тех, кто хочет улучшить микрофончике попроще, наверное. И может улучшить таким образом свой микрофон. В общем, внутри можем посмотреть то, что у нас нету видимых каких-то повреждений. Но дело все, в общем, крутя вот в этой крутилке. То есть, он при ударе, скорее всего, при падении ударился вот этой частью. Что остается делать? Вынуть весь микрофон. Так, вот крутилочка снимается довольно-таки легко, кстати. Чтобы нам полностью его разобрать. И вот так вот выглядит сам регулятор. Вот этот вот. Вот здесь вот еще какой-то типа заземляющего кабеля. Такой кусок медной проволоки. Я не знаю, можно ли отсюда вытащить саму плату. Проклеена на каком-то клее. Я надеюсь, на вот этот термоклей с термопистолета. Потому что нужно будет всего лишь немножечко погреть. Засунуть проводочек туда, сунуть. И, по сути, должна эта штука вылезти. Сейчас возьму фен, прогрею. Запрессованно здесь все довольно-таки плотно, поэтому плату вытащить не получается никаким образом. Только если потянуть, не знаю, плоскогубцами каким-нибудь. А, в общем, разбирается данный микрофон очень сложно. Немножечко он поддался вверх. А, в общем, я сперва отверточкой подцеплял за вот этот вот крутиллятор. Так вот немножечко вверх поддавал. Здесь тоже, видимо, края приклеены на колью. Плата вклеена в этих пазах. Она стоит в микрофоне. И, видимо, тоже есть клей. В общем, я немножечко подогреваю. И потом уже сую шестигранники. Побольше, побольше. И вот по краям оттопыриваю вверх плату. Это немножечко вверх выдвигаю. И так, в общем, кое-как вылез. Вылез лопата. Аккуратно. Не получается разобрать никак. Был сколот, я не знаю. Может быть, он отвалился уже здесь. В общем, SMD-компоненты или что-то. Ну, в общем, какие-то компоненты. Вот этот отвалился. Вот этот отвалился. И также здесь обнаружил, что один проводочек тоже отвалился. Не знаю, во время разборки это все было. Либо нет. В общем, а если берете микрофон FINE-FINE, берите версию, у которого провод не встроенный. Потому что со встроенным проводом он совершенно не ремонтопригоден. Я не знаю, сейчас попробую попаять немножечко, проводочек припаять. И компоненты может попаять. Вот эта штука отвалилась совсем. Я не знаю, без нее будет работать или нет. Ну, в общем, не знаю. Этот кабелек оказался кабелем внешней обмотки. То есть, экраном. Так, ребятки, после сборки проверяем, несмотря на то, что у нас кое-какие компоненты отвалились. Так. Громкость. Реагирует. Все дальнейшие тесты были бесполезные. Я думаю, что это пишется на этот микрофон. Но он совершенно уже не определялся. И запись была на внутренний микрофон самого ноутбука. Короче, все мои попытки как-то его починить, привели к тому, что я его просто доломал. Микрофон не ремонтопригоден практически. Получается, разобрать его, не повредив, очень сложно. Так что, такой микрофон я, наверное, даже не рекомендую вам покупать. К-669. Есть другая модель. Я ссылочку оставлю в описании. У которого отстегиваемый пробот. По качеству такой же он, в принципе. Но в плане исполнения он сделан все-таки, наверное, получше. Что ж. В итоге придется все-таки. Я уже практически его пофоткал. Выставил на продажу. Я думал, что теперь не вернусь к этому микрофону. Но нет. Возвращаюсь к микрофону FL-TL. Как он там называется? МК-100T. МК-100TL. Под разными названиями он подозревается. Так что, придется возвращаться к своему старому микрофону, которым я пользовался около года. Но он использует звуковую карту и идут помехи. Мне это не нравилось. Без помех. Я хотел записывать нормальный звук без помех. Но теперь возвращаюсь к использованию данного микрофончика. Ну, раз такое дело, что мы сегодня разбираем микрофоны, давайте попробуем разобрать FL-TL, которым я пользовался некоторое время. Самое сложное здесь, в этой разборке, это снять вот эти вот крутилочки. Я их уже поддел. Поэтому кажется, что я руками их легко снимаю. Через тряпочку, либо вот как и я, через бумажечку, плоскогубцами, так вот их хватаем и поддеваем так вот слегка вверх, потихонечку, аккуратно. То есть через какую-то тряпочку, чтобы плоскогубцами не поцарапать корпусы, не поцарапать самые крутилки. После того, как мы их сняли, все элементарно становится просто. Откручиваем снизу по резьбе, снимаем. И все. И вот у нас микрофон практически разобран. Здесь у нас шурупик как-то криво стоит. Откручу шурупа, чтобы получше завинтить вот этот вот болт. Потому что здесь так вот не подлезть получается. Видимо, его так на отвали закрутили. Так, сейчас откручу плату, чтобы она не мешала. Вот, в этом микрофоне все немножечко намного проще, даже можем так сказать. Так, сейчас попробую открутить и потом завинтить получше. Сперва посмотрим, что у нас там прячется под этой золотой сеточкой. Раз и два. По сути, должен легко откручиваться. Ну и вот сеточка золотая откручена. И здесь мы видим, так, сеточка здесь тоже. Внутри сверху такая вот крупная сетка, а внутри мелкая. Что, в принципе, я не знаю, поп-фильтр нужен вообще. Наверное, если используют, то, наверное, нужен. В общем, вот так вот выглядит. Простая конструкция, легко разбирается. И если вы хотите вдруг, он приспичило починить, легко починить. Стоимость дешевле. Ну вот и все. Микрофончик собран. Все элементарно, просто разбирается, собирается. Ссылочка в описании стоит дешевле, чем тот, который разбирал до этого. И который не пригоден совершенно для каких-либо ремонтов. Микрофончик. 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 Продолжение следует...